Ну, помним, что такую политику относительно Польши, политику мигрантов незаконных применяла когда-то Беларусь, помним, чем это кончилось. И относительно Беларуси, а точнее Александра Лукашенко, самопровозглашенного диктатора. В начале полномасштабного вторжения России в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко рассматривал возможность побегать через Польшу, поскольку не доверял Кремлю. Об этом пишет польский журналист Бигнев Парфинович в своей книге «Польска на войне. Польша на войне», которая раскрывает ранее неизвестные польские аспекты российско-украинской войны. Давайте присоединим к нашему эфиру Франка Вечорку, журналиста, политического деятеля Беларуси, советника Светланы Тихановской. Франок, здравствуйте. Франтишек, приветствуем. Добрый вечер. Добрый вечер. Я не знаю, вы, наверное, конечно, может быть, не успели прочитать эту книгу, а возможно, успели. Но как относитесь к версии Збигнева Парафиновича по поводу того, что Лукашенко искал пути отступления через Польшу в начале полномасштабного вторжения? Даже не столько отступления, сколько побега. Да, побега. Я думаю, что побег он точно рассматривал, но точно не через Польшу. Для него Польша, Литва и европейские страны – это вражеские страны, которые он боится, никогда не доверяет. Он на протяжении всей своей жизни и карьеры не был в многих странах, которые очень близко находятся к Беларуси. В Латвии, например, он за всю свою политическую карьеру с 30 лет ни разу не побывал. И поэтому сейчас для него в момент, когда с Путиным они совершат вот-вот подвиг и захватят Киев, бежать через Польшу выглядит фантастически и нереально. Скорее всего, он рассматривал план Януковича. Я думаю, что, скорее всего, он искал возможности отхода через Россию. Возможно, в страны, где безопасно можно ему хранить деньги. Это Эмираты, это страны Залива, может быть, даже Турция, может быть, Сербия, которые ему симпатизировали после 20-го года. Но точно это не страны Европейского Союза. Он первые недели войны был, на самом деле, очень вдохновлен. И он верил в то, что они въедут с Путиным на Хрещатик, на Белом коне, в своих горе-танках и будут вместе рулить Украиной. Но этого не случилось, благодаря отверженности украинцев. Ну и потом он, конечно, начал как-то пытаться балансировать. Мол, я даже не знал, что такая операция планируется. Ну, то есть, сам факт того, что Лукашенко искал пути побега, вас сомнений вообще не вызывает? Да, но пути побега он искал в 2020 году. Возможно, в 2022 году он понимал, что ситуация может развиваться неожиданным образом. Первые месяцы войны пошли не по плану. Украинцы дали отпор. Он понимал, что ситуация очень для него неустойчивая. И белорусы не поддерживают. Власти Беларуси в войне и действия Лукашенко назревало внутренний бунт. Кипело белорусское общество. Белорусы массово начали сливать информацию про российских военных через белорусский хаюн. Он партизанка, 80 актов саботажа за три месяца, тысячи людей. И он присоединился к сопротивлению. И он понимал, что вот-вот может все это грохнуться. И поэтому во время первых месяцев войны он рассматривал именно возможности такого отхода, укрытия. Если что-то пойдет не по плану и война перенесется каким-то образом на территорию Беларуси. А я не думаю, что он отмахивался. Я знаю, что такой миф существовал. Мол, Путин давит на Лукашенко, а Лукашенко такой вот молодец, сопротивляется. Лукашенко с удовольствием помогал, поставлял, открывал границы. Помню, как свободно въезжали танки с белорусской территории. И это все с благословения Лукашенко. Это то, что пошло не по плану, это реакция белорусов. Они-то думали, что закончится все быстро. Никто не успеет понять, что на самом деле произошло. И Лукашенко будет победителем в победоносной и короткой войне. Но Лукашенко склонял белорусских военных. Сначала он почувствовал сопротивление, как мне кажется, в белорусском обществе. Потом даже среди своих собственных чиновников. Даже в генштабе не было единства. Они говорили о военной мобилизации. Лукашенко не отвергал идею втягивания белорусских солдат первые полгода. Но все пошло не по плану. Мобилизация не получилась. Военкомы саботировали даже на местах эти попытки мобилизации. Но уже к концу 1922 года они поняли, что шансов нет. В белорусском обществе сформировался консенсус против участия белорусов в войне. Ну и тогда уже Лукашенко начал как-то переключаться, переключать свою риторику. Что мы не вступим в войну, но мы окажем всеобъемлющую помощь братнему путинскому, путинской военной машине. Что он продолжает делать до сегодняшнего дня. Сейчас вот ситуацию, которая на финской границе происходит с нелегальными мигрантами. Они параллелят с историей в Беларуси, которая была с нелегальными мигрантами касательно штурма польской границы. Есть ли, по-вашему, параллель в этих историях? И возможно, может ли быть такое, что Лукашенко попробует опять-таки нелегальными мигрантами качнуть границу? Польша или стран Балтии? А вы знаете, ни на день не останавливалась. От 2021 года эта попытка, сейчас самое основное давление идет на Латвию, поскольку Польша и Литва укрепили свои границы, разместили дополнительную охрану там и перебраться нелегалам очень трудно. Плюс большая работа была проведена со странами, откуда эти мигранты выезжают, чтобы сократить количество рейсов. И количество самолетов с нелегалами в Минск практически не прибывает в сравнении с 2021 годом. И поэтому Путин и Лукашенко переключили эту операцию на Финляндию, которая не такая подготовленная, как Польша и Литва. Плюс граница сложная, граница длинная. И я думаю, что это не параллельная история, а это продолжение истории. То есть Беларусь в 2021 году была такой лабораторией Путина по использованию такого гибридного инструмента давления на Европейский Союз. Ну и сейчас они просто эскалируют этот инструмент на Финляндию, потом продолжат в других частях. Но я здесь не считаю, что просто там закрытием границы можно проблему решить. Надо решать, лечить не симптомы, а корень болезни. А корень — это режим Лукашенко и режим Путина. И надо принимать асимметричные меры, в том числе экономические санкции, ограничения, закрывать лазейки в этих санкциях. То, что, к сожалению, Европейский Союз делает очень медленно. Кстати, а что вообще с позициями Лукашенко сегодня в Беларуси? С самого провозглашенного президента Беларуси Лукашенко в государстве Беларусь, в Республике Беларусь? Это раз. И второй момент. Есть ли какие-то назревающие, ну трудно сказать, назвать это бунтами, но недовольство тем, что происходит, тем, что делает Лукашенко, тем риторикой Лукашенко, постоянными встречами с Путиным и так далее? Ну, Лукашенко уже наплевал как бы на мнение белорусского народа. Раньше, до 20-го года ему было важно, что думают белорусы, иметь эту поддержку. Там, я же народный лидер, меня все любят. Сейчас ему главное, чтобы его любили те, кто в форме, кто с звездочками, КГБшники для службы охраны, менты. Он создал, кажется, шесть дополнительных спецбатальонов для борьбы с экстремистами, демсилами. Он не укрепляет даже армию сейчас, он укрепляет именно внутренние войска для борьбы с возможным протестом, чтобы не повторился 2020 год. Он живет в страхе, он понимает, что карточный домик может развалиться в любой момент, система неустойчивая, и любой триггер может снова вызвать волну протестов. На этот день без репрессий, без арестов, и снова десятки тысяч людей выйдут на улицу, потому что всех же не пересажали, все не выехали. Люди сейчас, да, держат фигу в кармане, сейчас протест невозможен, потому что людей бросают на 15, 20, 12 лет каждый день за посты в Телеграме, или за белокрасно-белую ленточку, даже за белорусский язык. Но это не значит, что люди смирились. Лукашенко это тоже понимает, поэтому закручивает гайки, готовится к возможным протестам, возможным бунтам внутри своей системы. Но сегодня-завтра это произойдет вряд ли, но это когда-либо точно произойдет. И мы к этому готовимся, Лукашенко к этому готовится. И, конечно же, успех Украины и победа Украины, она могла бы сильно приблизить этот момент. Но сейчас мы видим, что внимание мира и Запада переключилось на Израиль, что, конечно, не помогает ни Беларуси, ни Украине в нашей борьбе. Ну, не совсем, если учитывать то, что Ллойд Остин был в Киеве, вот и Шарль Мишель, и Майя Санду, и Писториус. Надеемся, что все-таки фокус не рассредоточится, а просто будет векторальным. Спасибо вам огромное. Франек Вечерко, журналист, политический деятель Беларуси, советник Светланы Тихановской, специально для телеканала «Фрид». Спасибо. Спасибо. Спасибо.